Всем привет! Угадайте, что будет, если взять Megane RS, развернуть его задом наперед, научить ездить по треку и продавать за 60 тысяч евро. Получится вот такой автомобильчик Alpine A110, разработанный спортивным подразделением компании Renault. Если я вам скажу, что в этой машине есть еще несколько деталей от Logan, вы точно решите, что Renault собралась в очередной раз навариться на парнях, которые ничего не понимают в машинах. Но обратите внимание, что происходит у меня за спиной. Мы с вами на тестах финалистов конкурса Car of the Year 2019 года. И Alpine не только добралась до финала вместе с семью другими автомобилями, но и реально претендует на победу. Хотя даже если она не победит, все равно A110 уже навела ужаса на своих конкурентов. И ужаса в самом хорошем смысле этого слова. Дизайнеры явно не заморачивались, они просто взяли и скопировали образ Alpine A110 середины 50-х годов. К счастью, это был очень красивый автомобиль, поэтому в 2018 году его просто удалось не испортить. А вот интерьер делали заново, и он получился таким скромным, что мне даже жалко ребят, которые оформили заказы, не заглядывая внутрь. Так должен был выглядеть Logan RS, но никак не Alpine. Хотя и во внешности тоже есть свои аномалии. Мы с вами привыкли, что у мощного среднемоторного автомобиля где-то вот здесь должны быть большие воздухозаборники. Но на Alpine воздух попадает в двигатель вот через эти маленькие отверстия. Их размер таков, что совершенно точно наесться воздухом этот мотор не сможет. Хотя вот здесь тоже есть жабры, и они, кажется, ведут в моторный отсек. Да, точно, через них видно несколько вентиляторов. Почему я гадаю и просто не покажу вам двигатель? Да потому что увидеть его невозможно. Смотрите, здесь еще один багажник. Один спереди, второй сзади. В общем, компоновка, как у Porsche Boxster или Cayman. А чтобы посмотреть на двигатель, для этого придется снять заднее стекло. Оно откручивается, оно держится на двух винтах-барашках, которые расположены внутри багажника. В принципе, их можно открутить самостоятельно, поднять стекло, но тогда придется снять еще и кожух. И вот тогда хоть обковыряйся в своем двигателе. Обратите внимание, здесь нет никакого заднего спойлера. Для машины, которая умеет разгоняться до 250 км в час, это тревожный знак. Потому что воздух, который протекает над кормой, может создать зону разряжения и вызвать подъемную силу. Однако разработчики этого автомобиля говорят, что продумали аэродинамику. Здесь совершенно плоское днище и есть задний диффузор. Говорят, первые впечатления, они всегда самые яркие и самые точные. Но в данном случае совсем другая история. Потому что после первых пяти минут за рулем этого автомобиля, мне хотелось схватиться за голову. Боже мой, что это за телега? Что это за жалкая подделка под Porsche Cayman? Почему она хрюкает? Почему она сопит? Почему она вся трясется? Что у нее с пластиком в салоне? Что у нее с приборами, с этими убогими двухмерными шкалами, нарисованными на жидкокристаллической панели? За пару часов до этого я катался на заряженном универсале Kia Proceed GT. И ругал его за слишком искусственный звук выхлопа. За подвеску, которая жесткая в комфорте и мягкая в спорте. Если той же линейкой мерить этот автомобиль, Alpin 110, то ему одно название – TAS. TAS, ребята. Я думал, неужели по-дорожански сошел с ума? Он приехал с предыдущих тестов конкурса «Автомобиль года» и просто говорил, что влюбился. У него глаза пылали, руки тряслись. Он всем ходил и рассказывал, какой это крутой автомобиль. Да что там по-дорожански? Они что, посходили с ума всем составом жюри конкурса «Автомобиль года»? Потому что эти судьи довели эту машину до финала, до семерки финалистов. И наши читатели на сайте авторевью, они тоже, наверное, рехнулись, потому что Alpin там лидирует среди номинантов. Но первые пять минут – это первые пять минут. Потому что дальше были еще час, потом еще полчаса, потом еще двадцать минут, потом еще. Ну, пожалуйста, можно я еще немного покатаюсь на этом автомобиле. И вот пять минут – они нужны только для того, чтобы разобраться, во-первых, как здесь все устроено, а во-вторых, что здесь есть кнопка «Спорт». Так вот, если вы ездите в обычном режиме, с обычной скоростью, по обычным дорогам, в обычном настроении, то вы просто мучаете этот автомобиль. Он страдает, он стонет, кричит и просит только об одном – поскорее нажми вот эту кнопку. А когда она нажата, это совершенно другая история. Ух, ребята, вот это считается штампом говорить о том, что автомобиль, какой-нибудь спорткар напоминает вам по ощущениям карт. Так говорят про мини, так говорят еще про несколько спортивных автомобилей. Но я вам скажу, на моей памяти только вот этот автомобиль реально может повторять те ощущения, которые ты испытываешь в быстром гоночном карте. Начиная даже с посадки за рулем. Обратите внимание, как я сижу. Я сижу не так, как я привык обычно. У меня довольно сильно согнуты ноги. Руль здесь стоит довольно отлога. Приборы тоже. Все кресло завалено немного назад, и у него нет регулировки по углу наклона спинки. Ну, просто маленькое отступление. Кроме отсутствия регулировки спинки, тут нет ни подогрева сидений, ни двухзонного климат-контроля. Тут нет даже бардачка вот здесь. Вместо него возле порогов дверей две небольшие сумочки, похожие на школьные пеналы. Зато тут есть легкий кузов массой всего 1080 килограммов. И турбо-четверка объемом 1,8 литра, которая стоит сзади. Вот здесь у меня за спиной поперек. И семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Как я уже говорил, по сути, это конструкция автомобиля Renault Megane RS, развернутая задом наперед. И вы не поверите, но задом наперед именно так Megane едет гораздо, гораздо круче. На самом деле с мотора 1,8 турбо можно снять больше, чем 250 лошадиных сил. Но здесь на одну тонну веса этого хватает, чтобы разгоняться до сотни с места за 4,5 секунды. Самое впечатляющее, это даже не разгон с места, а то, как Alpine ускоряется, когда на спидометре уже больше 120 километров в час. Это просто какое-то сумасшествие. Я совершенно не ожидаю от этого автомобильчика такого бешеного разгона. Она просто летит, летит вперед неудержимо. Ребята, ее не остановите. Вы слышите, что происходит у меня за спиной? Это больше не сопение и не пыхтение. Это просто истерика, просто истерика настоящего спортивного мотора, который знает только один настоящий режим движения. Газ в пол! И робот, он, похоже, лучше всего знает тоже этот режим движения, когда педаль в полу и нужно короткими ударными движениями включать следующую передачу. Хотя нет, он еще умеет хорошенько подбирать понижающую передачу на торможение. Хотя я, конечно, немного слукавил, когда сказал, что Alpine это Renault Megane RS наоборот, потому что у Megane RS спереди подвеска McPherson, а сзади балка, а здесь по кругу двухрычажные подвески. Друзья, вы можете вспомнить другой массовый серийный автомобиль, ну, относительно массовый, с такой же конструкцией подвесок? Я, если честно, пока нет, потому что Honda отказалась от такой системы упорше спереди стойки McPherson, так что получается Alpine своего рода уникум и в этом. Alpine уникален еще и своей управляемостью, своим чувством руля. Он совершенно не похож на те автомобили, которые мы привыкли называть горячими хэтчбэками, заряженными или спорткарами. Он совершенно другой по сравнению с типичными немецкими хот-хэтчами, с их тяжелым налитым таким плотным реактивным усилием рулем, потому что здесь руль легкий и очень прозрачный, он живой, он постоянно колотится и немного прыгает в руках. Это дает ощущение живой дороги под руками. В принципе, это не очень, не очень комфортно, но это рождает азарт. Вот то самое чувство руля-карта. Вы едете и вы чувствуете все, что происходит под колесами, а потом выходите из машины и у вас болят ладони. Тут изюминка еще в том, что центр тяжести находится очень-очень низко и он расположен как раз вот на уровне таза водителя. От этого и ощущение моментальных реакций. То есть водитель и автомобиль поворачивают одновременно, почти без кренов, без этого рассогласования. Если вы спросите, можно ли на этом автомобиле долго ехать по плохой дороге, то я вам скажу, очень долго не получится, потому что здесь все кочки, все приходят в салон, все содрогается, иногда он вас подбрасывает, пластик поскрипывает, это на совершенно новой машине, что-то пощелкивает в салонных панелях, но колеса даже на трамплинах не отрываются от дороги и на неровностях тоже сохраняют сцепление. И Альпин просто липнет к дороге. Даже в плохих поворотах он очень устойчив, очень цепок. Если разгоняется Альпин совершенно по-хулигански, то в поворотах он ведет себя совершенно как паинька. Ну, отличник, просто умница. У него очень сбалансированная, нейтральная настройка шасси. Можно, конечно, его спровоцировать газом или сбросом газа. Он откликается на все эти действия, но если не провоцировать, то он едет цепко, четко и очень-очень точно. И, пожалуй, единственное, чего ему не хватает, это более продвинутые электроники, более продвинутые настройки системы стабилизации. Она здесь по умолчанию настроена очень строго, допускает очень небольшие скольжения в поворотах и тут же осаживает, тут же схватывает колеса, придушивает двигатель. Хотелось бы немного больше свободы. Больше свободы я получил, когда организаторы теста все-таки разрешили выехать на закрытые дороги полигона Сырам. Тогда же выяснилось, что пресс-материалы по Альпине нужно было читать внимательнее, потому что на самом деле, если кнопку спорт зажать на несколько секунд, то автомобиль перейдет в режим трек, в котором ESP можно деактивировать полностью. Так что слова про электронику беру назад. С ней все в порядке. Она не только дает свободу, но и помогает с информацией, потому что на центральном дисплее появляется настоящий телеметрический суперкомпьютер с данными о величине перегрузок, о температуре рабочих жидкостей и даже о давлении в тормозных магистралях. По треку я поездил сначала за рулем, а потом в режиме ринг-такси с бывшим призером французской формулы Рено. Скажу так, Альпин умеет не только быстро ехать, но и прощать ошибки тому, кто недостаточно умеет быстро ехать. Баланс у нее почти идеальный, нейтральный. Зацеп она теряет плавно, а ловится интуитивно. Для среднемоторного дорожного автомобиля это особенно важно. В общем, просто уверен, что для многих А110 станет отличным самоучителем спортивной езды. Завидую. Я вначале говорил, что Альпин напоминает подделку под кайман, но это не так. В этой машинке живет дух автомобилей Lotus. Это такая же святая простота и святой, неразбавленный, чистый кайф от вождения. Давно-давно не делали таких автомобилей в нашей современной индустрии. Я очень рад, что он появился. И очень надеюсь, что он как-нибудь попадет к нам в Россию, и можно будет на нем поездить еще. Я бы хотел узнать, сколько он стоит, потому что, по-моему, у таких автомобилей, как кайман, Mazda MX-5, появился очень и очень серьезный конкурент. Уф, друзья, не хочу расставаться с этим автомобилем. Мне уже пора возвращать его на парковку. Да и бензин почти закончился. Маршрутный компьютер уже даже не показывает, сколько осталось резерва. Давайте я напоследок просто дам этой машинке самой сказать и показать, как она умеет ездить. А сам немножко помолчу. Редактор субтитров А.Семкин